Редкат Как вы видите, канал стер надпись Роблокс, переобулся и теперь на всю снимают Бравл Старс. Ушел по протоптанной дорожке. Еще одна новость, на канале Элла Диэль скоро, судя по всему, появится видео про Роблокс, так как влогов ее уже на канале нет. Моя подружка Робмикс сказала, что пока что она не хочет участвовать в моем рейтинге, поэтому, ребята, подписчики, кто любит Робмикс, прошу вас уговорить ее вернуться обратно. Следующее правило моего рейтинга – Роблоксер должен снимать Роблокс не менее двух месяцев подряд. Даже, как всегда, Робзи наконец-то снял Роблокса достаточно, чтобы я его смог добавить в свой рейтинг. Так что, если в следующем месяце он снова снимет не менее 30% видео о Роблоксе, то он попадет уже в следующий рейтинг Роблоксеров. Ну и важное изменение, которое коснется моего рейтинга уже в следующем месяце. В прошлый раз я вас спрашивал, сократить ли число каналов в моем рейтинге. И целых 80% проголосовало, чтобы я сделал топ-50 каналов, а не так, как у меня идет сейчас. Так что, уже в августе будет топ-50 каналов в Роблоксе. Ну что ж, ребята, давайте перейдем непосредственно к рейтингу. Все данные по подписчикам на каналах я брал в состоянии на 4 июля 2020 года. Итак, ребята, рекордное количество каналов – 66 каналов – попало в мой рейтинг. Так, открывает мой рейтинг новичок Дан Лайт, у которого уже почти 41 тысяча подписчиков. Не успел Дан Лайт прокачать свой первый канал, уже открыл второй свой канал. На 65-м месте канал Милана Мэл – 46,4 тысячи подписчиков. Я знаю, что Милана очень хотела попасть в мой рейтинг, я читал об этом в Инстаграме. И мы также с ней записывали совместное видео. Кто не видел, посмотрите на моем канале RedCat Roblox. Она очень круто строит в Adobe Mi, так что, кто любит что-нибудь строить в Adobe Mi, всех агитирую подписаться на канал Милана Мэл. 64-е место принадлежит гуру просто игры «Как построить лодку» – Fearless Amos. Наконец-то он начал заново делать видео в робоксе. 63-е место принадлежит каналу Енотик Сода – 48 и 2000 подписчиков на канале. Енотик Сода очень любит делать стримы. 62-е место – еще один новичок моего рейтинга – канал Брайс. Брайс набивает свою аудиторию, показывая разные рабочие кодики, промо-кодики, ну и баги. Посмотрим, что из этого получится. 61-ю строчку моего рейтинга занял канал Time of Games TV – 49 тысяч подписчиков. 60-е место – еще один новичок моего рейтинга – канал Пи-Пи-Пу-Пу. 49 и 8 тысяч подписчиков. Очень интересное название для канала. Судя по заставке, мне кажется, этот канал раньше снимал Майнкрафт. Ну а сейчас он очень умело использует Влада А4 для того, чтобы продвигать свой канал все выше и выше. 59-е место – у канала Сквирти. 56 и 6 тысяч подписчиков. Очень забавный парень. Думаю, что этот канал оценят в первую очередь девочки, которым придется по вкусу, я думаю, манера вести свой канал. Ну и, конечно же, игра Adobe Mi, которую просто обожают девчонки. 58-е место – у канала ReWing. 60 тысяч подписчиков на канале. Судя по просмотрам, дела на канале не очень хорошо. 57-е место – и это, ребята, как всегда, Робзи, но уже на другом канале. Это его новый канал, который абсолютно не зашел. 200 тысяч просмотров за месяц. Он его активно не ведет, понимает, что просмотры здесь никакие, и поэтому он решил в прошлом месяце снимать наполовину. Половину он снимал видео о Роблоксе, половину о Бравл Старс. В прошлом видео, ребята, я устраивал голосование. 60% сказали, что пускай Робзи и второй канал все-таки будут в рейтинге. Но, правда, большая аудитория, 30% сказали, что нет, не хотят. Не простили ему то, что он ушел в Бравл Старс. Я, если честно, думал, что будут соотношения где-то 20 к 80. Чуть выше Робзи сидит у нас Тёма, 752, 63 и 3000 подписчиков на канале. Спасибо ему за смешные моменты со мной и котенком лайком. 55-е место у Богдана Кора. 66 тысяч подписчиков, 4 видео и 4 из них, естественно, кликбейты. Казино Лайф, либо, я так понимаю, как называет себя автор Мнемоникс. Абсолютно новый для меня канал, я его не смотрел еще, но, судя по превьюшкам, делает реакции в Роблоксе. 53-е место у канала Джуза Плей. Джуза миксует, я смотрю, что Бравл Старс и Роблокс, но пока что Роблокс заходит лучше. На 52-м месте канал Кейтако Плей. Кстати, прошу прощения, что в прошлый раз я неправильно произнес название вашего канала. Этот канал очень любит снимать Адобми. 51-е место у канала Роблером, 69 и 7 тысяч подписчиков на канале. На 50-м месте у нас канал Хэппи Фрэш, у которого собралось уже почти 75 тысяч подписчиков, но он их, к сожалению, не радует регулярностью выпуска видео. Всего лишь 2 видео за месяц. 49-е место у канала Энни Бенни. К сожалению, по-прежнему топчутся на месте и никак не могут пройти отметку в 100 тысяч подписчиков на канале. 48-е место у канала Соня 3, 95 и 6 тысяч подписчиков. Совсем немножко осталось Соня для того, чтобы получить серебряную кнопку Ютуба. Смотрю, что Соня тоже активно начала копировать Фламинго. 47-е место у канала Бро Играют. Этот канал специализируется по прохождению разных симуляторов. 46-е место я отдал каналу Кошачьей Игры, хотя у них с Бро Играют абсолютно одинаковое количество подписчиков. Это 2-й канал Котёнка Лайка. Переходим на 45-ю строчку и там Некид Кинг. Он всё знает про секретные промо-коды и разные некликбейты в Роблоксе. 44-е место у канала Момент Гоу. Я поздравляю канал с достижением в 100 тысяч подписчиков на канале. На вашем месте я бы не стал снимать разные видео про баги в игре Бравл Старс. За это можно и страйк получить от Бравл Старс. 43-е место принадлежит каналу Кирюха. 105 тысяч подписчиков на канале. Тоже поздравляю с серебряной кнопочкой родственника Котёнка Лайка. Я с Кирюхой тоже уже успел поиграть. Мы вместе записывали с Котёнком Лайком и Кирюхой видосик. Правда, он там играл без голоса. 42-е место у моего друга Микки Мауса Дили Плей Геймс. К сожалению, только одно видео было за прошлый месяц. 41-е место у канала Барсоня. 124 тысячи подписчиков на канале. Барсоня продолжает нас радовать видео про Адобми. 40-е место я отдал каналу Панда Сим, у которого уже 128 тысяч подписчиков. 39-я строчка и это Зе Роберт, который продолжает скупать подписчиков. Ну что ж, неплохо уже 130 тысяч подписчиков на разных видео про бесплатные робоксы и раздачи. 38-е место у нас у Лёнчика или Максимки, я уже не помню. Но не суть. Лёнчик опять нас удивляет и снимает просто шедевры, за которые нужно давать Оскар за лучшую мужскую роль. Смотрите и слушайте этот шедевр. В общем, братцы, просто капец, что творится. Если выживу, то вообще повезет. Просто жесть какая-то, магазин даже снесло, ребят. Всё, ребят, пошёл я в подвал, потому что... Видимо, Лёнчик так впечатлился, что вместо подвала отправился в туалет, где, собственно, даже и снял стрим. Стрим в бункере. Пока керачит ветер. У меня есть только одна картошка. Двери пока что держатся. Пока что. Но они трясутся триндец, ребят. Просто жесть. Я не знаю, что я сейчас буду делать. Скорее всего, получится сеть. Лёнчик, видимо, очень впечатлительный. Его не смущает, что этот ураган был в Индии, и что он был в прошлом году, и что видео, как обычно, было совсем на другом канале, который принадлежит явно не Лёнчику. Лёнчик, переставай красть чужие видео. Снимай свой контент. Ну а за лучшую мужскую роль просто Оскар не глядя. Всё было эпично и круто. Тридцать седьмое место канал Ульянка Рейнбоу. Тридцать шестое место канал Йоши Мура. Тридцать пятое место канал Крошка Ева. Три ноунейма, три абсолютно неизвестных никому персонажа буквально за один месяц превратились в крутых ютюберов, которых уже от 140 до 155 тысяч подписчиков. И самый большой талант этих ребят, это то, что они знакомы с Кошкой Ланой. Не знаю, как вам, но мне немножко обидно за те 30 каналов, которые перед этими каналами. Потому что они создавали с нуля. Находили своих зрителей, искали, пробовали что-то, что-то теряли, что-то находили. У них есть какие-то свои зрители. Эти же ребята просто пришли, их представили, они сделали на коленке какие-то каналы, и вот уже через месяц у них по 150 тысяч подписчиков. Абсолютно незаслуженно, абсолютно невыстраданные каналы, которые просто пропиарены Кошкой Ланой. Я ничего против них не имею, но мне действительно обидно за те каналы, которые шли к 100 тысяч, кто-то год, кто-то два, а не один месяц и просто из-за того, что вы чей-то друг. На каком-то этапе хайп от Кошки Ланы закончится, и тогда им уже придется все-таки добывать свою аудиторию. Как это у них сложится, мне будет очень интересно понаблюдать. Так что через полгодика посмотрим, где будут находиться каждый из этих каналов. 34 место у канала Бодрый Барсук, который просто нас убеждает, что тут ни одного кликбейта нету на канале. 33 место я отдал Катану Геймеру. Оказывается, Позе всех обманывает, а до этого Катан Геймер всех обманывал. В общем, одни обманы, интриги и сплетни на канале Катана Геймера. 32 строчка ушла к каналу Веселая Мария. Почти 170 тысяч подписчиков на канале. Веселая Мария очень любит играть со своим папой. Ну а кто же на 31 месте? Конечно же, это канал Редкет Роблокс. 192 тысячи подписчиков. Я опять, ребята, дико извиняюсь за то, что очень мало видео выпускаю на этом канале. И целый июль тоже буду очень мало выпускать видео, потому что весь акцент, весь июль я сейчас делаю активно видосики только на своем основном канале. Уже в августе я буду вести оба канала. Несмотря на такую плохую активность, даже я смог добавить 18 тысяч подписчиков, за что вам огромное спасибо. Просмотры, естественно, упали, потому что видео почти не выходят на канале. Совсем скоро, я надеюсь, закончу и выпущу свою альтернативную историю Пигги. Так сказать, продолжение Пигги. Что было дальше? Так что не пропустите премьеру. Топ-30 открывает канал Иконас, который у нас немножечко активный начал снимать видео, но пока просмотры сильно, к сожалению, не набираются. Двадцать девятое место, и я поздравляю канал Шейпа с 200 тысяч подписчиков. Шейп молодец, хорошо активно снимает и даже неплохие просмотры собирает. Двадцать восьмое место принадлежит каналу Лютый Джо. Кстати, с Лютым Джо мы прошли мою карту в Египте. Кто не видел это видео, можете посмотреть на наших каналах. Двадцать седьмое место у канала Богдан Фан. Мне очень смешно, потому что в прошлом видео я сказал, что, ребята, я не знаю, будут ли снимать какие видео Богдан Фан, но точно будет баг на деньги в Адокми. Спасибо, Богдан Фан, что вы меня не разочаровали. Двадцать шестое место у канала Рыжий Кот Геймс. Канал миксует видео про машины и разные страшные истории. Двадцать пятое место у канала Куки Бой. Куки Бой наскоро порадует какой-то новой своей картой, ну а пока что играет в разные симуляторы. Ну и, кстати, он тоже проходил мою карту в Пиге. Двадцать четвертое место у моего друга Капанды, который нам расскажет и покажет, что же за обнова произошла в Данжион Квесте. Ну а также он, наверное, единственный, кто еще играет в симулятора Пчеловода. Двадцать третье место у канала Кит. Всего лишь три видео было на канале за целый месяц. К сожалению, активность этого канала желает лучшего. Две двойки я отдал каналу Котенка Веснушка. Всего лишь одно видео было на канале, но надеюсь, что в июле будет здесь выходить видео почаще. Двадцать первое место у канала ЭМОЛ. На этом канале вы сможете найти разные страшные истории про свинку Пиги. Топ-двадцать открывает у нас канал Маха Убиваха, которая просто убивает меня своей производительностью. Я бы сказал, что у Маха даже какой-то спамер. Сто тринадцать видео она сделала за июнь на своих двух основных каналах. Это просто крейзи. Девятнадцатое место и это канал Смайл Фредди. У Фредди отлично выходит видео про качалки, но вот с остальными не всегда так же хорошо выходит. Восемнадцатое место у канала Влюкс. Четыреста восемьдесят тысяч подписчиков. Влюкс у нас отправился отдыхать. Хочу ему пожелать хорошего отдыха. Семнадцатое место принадлежит каналу Женяша Ларионова. Она просто как паровоз идет, идет и набирает огромную армию своих подписчиков. Уже пятьсот пятнадцать тысяч подписчиков. И за прошлый месяц она набрала более ста тысяч подписок за тридцать дней. Это прекрасно. Это очень круто. Шестнадцатое место я отдал каналу Папа и Дочки Геймс. Шестьсот сорок семь тысяч подписчиков. И вы также можете посмотреть на канале Папа и Дочки Геймс наше видео, как мы играли на моей карте Египет. Которую я, к сожалению, случайно удалил. И больше в нее поиграть невозможно. Пятнадцатое место принадлежит каналу Мы Играем. Я очень рад, что после длительного простоя этот канал начал снимать Роблокс. Очень хорошо знаю и люблю этот канал. И надеюсь, что когда-нибудь мы тоже запишем с ними совместное видео для вас. Четырнадцатое место в моем рейтинге у канала Машка Убивашка. Но думаю, что на момент выхода этого видео Машка Убивашка будет чуть-чуть выше на ступеньку. Тринадцатое место в моем рейтинге принадлежит каналу Ред Кэт. 737 тысяч было на момент записи этого ролика. Думаю, на момент выхода непосредственно этого видео меня уже обогнала Машка Убиваха, потому что она как локомотив прет 113 видео в месяц. Это просто нереальная цифра, чтобы с ней соперничать. Ну а я, собственно, ребята, как и говорил, ушел на работу, поэтому в два раза меньше начал снимать роликов. Тем не менее, спасибо вам огромное за все подписки, которые вы сделали. Целых 63 тысячи новых подписчиков у меня добавилось. И 16,9 миллионов просмотров было на канале. Для меня это по-прежнему очень большая цифра. Не забудьте посмотреть классные видосики на моем канале касательно Пиги. Я играл, кстати, с Валеришкой, с Альбертом. Очень крутые видео записал. Ну и, конечно, посмотрите прохождение моей карты в Египте, которой, к сожалению, больше не существует. Это было тоже довольно-таки эпично и весело, когда я играл со своими друзьями Роблоксерами. Ну а мы продолжаем идти дальше. 12 место у канала Кот Леонард. 983 тысячи подписчиков на этом канале. Пока Кошка Лана рекламирует своих друзей, то я так понимаю, что Кот Леонард рекламирует Стива. 11 место у канала Вики Шоу Плей. На момент записи видео уже 1 миллион подписчиков на этом канале, с чем я и поздравляю Вику. Переходим в топ-10. И его открывает Кошка Лана, у которой уже целый миллион подписчиков на канале. За прошлый месяц она собрала 80 тысяч новых подписчиков и также 22 миллиона просмотров. Кошка Лана очень круто оторвалась от Леонарда. Я помню, когда-то у нее было стабильно по 10 миллионов, сейчас уже стабильно, видите, по 20 миллионов с хвостиком. Мне кажется, Кошка Лана и Кот Леонард что-то затевают. Вместе с их друзьями их уже шестеро, и они могут заменить Роблоксеров, которые уже давно не вместе, так сказать, и не снимают совместные видео. Кто же у нас на 9 месте? Это наш друг Альберт, у которого миллион подписчиков, но по-прежнему проблемы с просмотрами. Хочу пожелать успехов Альберту, надеюсь, что все-таки какой-то его теневой банк скоро снимут с канала, и он будет нормально набирать просмотры подписчиков. Но тем не менее, за прошлый месяц было 20 тысяч новых подписчиков и 1,9 миллиона по просмотрам. Восьмое место ушло Крутому Папе. У Крутого Папы вышла новая игра в Роблоксе, но она не была такая крутая, как Гертруда. Но не переживайте, Крутой Папа сказал, что скоро выйдет прям топовая, реально топовая игра, которая действительно будет разрывать всем Пукан, как его персонажика. Плюс 50 тысяч новых подписчиков и 12,6 миллионов просмотров было у Крутого Папы. Седьмое место у Котенка Лайка, для которого можно поздравить с 1,5 миллионов подписчиков на канале. Лайк добавил 70 тысяч котят, ну а также собрал 30 миллионов просмотров за месяц. Это прям очень крутой показатель. Шестое место у нашего Другана Веселого Кота, у которого уже насобиралось 1,6 почти миллионов подписчиков на канале. В прошлом месяце добавилось еще 47 тысяч новых подписчиков и тоже, как и у Котенка Лайка, 30 миллионов просмотров было. Топ-5 открывает Кул Геймс, который периодически пропадает из моего рейтинга, то появляется из-за того, что снимает сейчас крайне, в принципе, мало видосиков. Плюс 30 тысяч новых подписчиков и тоже около 30 миллионов просмотров. Номер 4 у канала Валеришка Сим, на котором вы можете найти очень крутые видео с моим участием. Такое чувство, что топ-каналы по робоксу все решили подвести к черте в 30 миллионов просмотров. Все как под копирочку копируют эту цифру. Валеришка Сим набрал 28, правда, миллионов и 60 тысяч новых подписок. Бронзовый призер моего рейтинга – канал I Eat Roblox, который сейчас очень редко снимает, к сожалению, робокс. Из-за того, что регулярность крайне маленькая, то и сборы тоже не актив. 20 тысяч подписчиков новых и минус 3-4 миллиона просмотров. Тем не менее, 10 миллионов просмотров тоже довольно-таки неплохо. Кто же у нас на втором месте? Это канал FunnyFamilyGamesTV. Как и у всех тоже был спад по просмотров. На 53 миллиона меньше было в прошлом месяце, но добавилось 90 тысяч новых подписчиков. Ну и топ-1 после долгого перерыва в мой рейтинг возвращается Позе, который наконец-то смог в течение двух месяцев наснимать достаточное количество роликов про робокс. За то время, которое мы не виделись в Позе, он уже успел насобирать 8,7 почти миллионов подписчиков, плюс 260 тысяч подписок за месяц. И 139 миллионов просмотров у него было за прошлый месяц. Таким просмотром можно только позавидовать. Ну что ж, ребята, вот таким вот получился июльский рейтинг. Я надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк под этим видосиком. Ну а с вами я увижусь уже, надеюсь, в следующих видео на канале RedCat и канале RedCat Roblox. Всем пока!